здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу представить вашему вниманию фильм созданный по материалам статьи одного моего подписчика который является практикующим психологом то есть наблюдения и выводы изложены далее произведены профессионалом в своем деле и если у вас возникают какие-либо вопросы потому что вы услышите далее то можете задавать вопросы напрямую автору все контакты будут в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история а мы начинаем в этой статье я хочу поделиться с вами своими наблюдениями и выводами которые я получил при изучении такой науки как психология статья не претендует на истину в последней инстанции но думаю что имею право высказать свое мнение и конечно нам очень интересно ваше мнение по этому поводу почему я решил об этом рассказать а все дело в том что последний год я активно занялся изучением нашего реального прошлого и хронологии я сделал ряд выводов и даже построил несколько версий развития событий и связи со всем этим меня заинтересовали причины возникновения и начала бурного развития именно в конце 19 века такой интересной и нужной науки как психология сегодня постараюсь ответить на такие возникшие мне вопросы как почему наука психологии возникла именно тогда почему она стала востребована что вообще изучает психология кому помогает от чего спасает как люди до этого справлялись раньше они жили по-другому а как почему это по-другому резко кончилось что произошло что про все это нам говорит другая наука официальная история что про все это нам говорит альтернативная история если позволите сначала небольшое вступление истории я интересую с детства читал много книг от соловьева карамзина до разинского и веллера но со временем тот факт что уже все открыто и известно как нам преподавали в школе постепенно свел на нет это мое увлечение я хочу стать первооткрывателем как великий магеллан поздно голубчик открывать уже нечего примерно так было и у меня и вместо истории я увлекся политическими процессами в россии и мире геополитикой и экономикой читал паршева катосонова даже одно время увлекался стариковым в общем все шло ни шатко ни валко хотя некоторые противоречия подтачивали сознание будучи человеком любознательным начал интересоваться философией и мне стало любопытно и можно сказать жизненно необходимо во всем разобраться я начал читать книги андрея курпатова михаила литвака виктора франкла эрика берна и других авторов и в результате понял что многие болезни по разным данным от 40 до 89 процентов имеют совсем не телесную природу не соматические а идут из головы то есть имеют психическую основу являются психосоматическими дальше была переподготовка в вузе затем обучение у практиков в москве семинары тренинги в итоге я смог самостоятельно бросить курить разработав свой метод отказа от сигарет понял причины других своих болячек и получил новую специальность затем меня заинтересовали вопросы религии не веры а именно религии и истории и философии и понеслось начал изучать запоем тут как будто второе дыхание открылось концепции общественной безопасности их вопросы к христианству мои вопросы к христианству авраамические корни этой религии лев толстой со своими взглядами на веру кресты их полное отсутствие на могилах до середины девятнадцатого века жезл кадуцеи в руках у священников и в то же время у бафомета а дальше больше церкви не церкви кремли не кремли бредовое объяснение официальных историков при их вялых попытках опровержения альтернативных версий особенно про культурный слой ну и так далее но вернусь к психологии психология это наука о психике и психических явлениях слово психологии в переводе с древнегреческого означает наука о душе психо душа логос понятия учения в научном употреблении термин психология появился впервые в шестнадцатом веке правда с момента появления и за 300 лет данная наука не произвела несущественных открытий не дала миру великих ученых и вот вдруг активно и я бы даже сказал взрывное развитие психология получила именно во второй половине девятнадцатого века в германии это конечно же зигмунд фрейд а в россии иван сеченов владимир бехтерев цитата из книги общая психология учебник для вузов автор мак лаков герман эбенгаус немецкий психолог экспериментатор конца девятнадцатого начала двадцатого века сумел сказать о психологии очень кратко и точно о психологии очень огромная предыстория и очень короткая история под истории имеется ввиду тот период в изучении психики который ознаменовался отходом от философии сближением с естественными науками и появлением собственных экспериментальных методов это произошло во второй половине девятнадцатого века но истоки психологии теряются в глубине веков конец цитаты знаете что мне это напомнило цитирую википедию страница русская православная церковь название русская православная церковь применялась издавна но было принято как официальное лишь осенью 1943 года с 1700 года по 1917 год рпц не имела официального названия но имела несколько наименований среди которых были такие православная кафолическая греко-российская церковь российская православная кафолическая церковь греко-российская церковь православная греко-российская церковь российская восточно православная церковь российская церковь греческого закона так она и сейчас называется не в россии можете сами проверить тут что интересно в названии церкви нет, слово христианское. А сама Греция как государство образовалась лишь в 1825 году, а самоназвание греками своей страны Эллада. Тут можно привести еще такой пример. Славяне называют их немцами, англичане германцами, французы называют алеманами, финны так вообще называют саксами. Но сами немцы себя именуют дойчами. Но вернемся к нашей теме. Недавно перечитывал книгу «Невротическая личность нашего времени» Карен Хорни. Это известный психолог, ученица и практически современница Фрейда. Так вот, в последней главе книги она много говорит о культурных причинах неврозов. Далее цитирую полностью. Задачей социологов будет исследование и описание культурных противоречий. Мне уже здесь достаточно кратко и схематично указать на некоторые главные противоречивые тенденции. Первое противоречие, о котором следует упомянуть, это противоречие между соперничеством и успехом, с одной стороны, и братской любовью и человечностью с другой. С одной стороны, все делается для достижения успеха, а это означает, что мы должны быть не только напористыми, но и агрессивными, способными оттолкнуть других с дороги. С другой стороны, мы глубоко впитали христианские идеалы, утверждающие, что эгоистично хотеть чего-либо для себя, а должны быть смиренными, подставлять другую щеку, быть уступчивыми. Для этого противоречия есть лишь два решения в рамках нормы. Всерьез следовать одному из этих стремлений и отказаться от другого, или серьезно воспринимать оба этих стремления и в результате испытывать серьезные внутренние запреты в отношении того и другого. Вторым является противоречие между стимуляцией наших потребностей и физическими препятствиями на пути их удовлетворения. По экономическим причинам в нашей культуре потребности постоянно стимулируются такими средствами, как реклама, демонстрация образцов потребительства, идеал быть на одном уровне с бонцами. Однако для огромного большинства реальное осуществление этих потребностей жестко ограничено. Психологическое следствие для человека состоит в постоянном разрыве между желаниями и их осуществлением. Третье противоречие между поразглашаемой свободой человека и всеми ее фактическими ограничениями. Общество говорит его члену, что он свободен, независим, может строить свою жизнь в соответствии со своей свободной волей. Великая игра жизни открыта для него и он может получить то, что хочет, если он деятелен и энергичен. В действительности для большинства людей все эти возможности ограничены. Шутливое выражение о том, что родители не выбирают, можно распространить на жизнь в целом, на выбор работы, формы отдыха, друга. В итоге человек колеблется между ощущением безграничной власти в определении собственной судьбы и ощущением полнейшей беспомощности. Конец цитаты. Что можно сказать по этому поводу? Какие выводы сделать? Первый несомненный вывод. Раз психология возникла именно в тот период, то именно тогда она стала нужна. Отсюда вытекает то, что раньше. До какого-то события все было по-другому. Примерно по времени это по-другому было еще в первой половине 19 века. Люди жили в гармонии друг с другом, были человечнее, добрее, разумнее, берегли планету. Не нужна была теория относительности Эйнштейна и отвратительная, оправдывающая войны теория Дарвина. Тогда не нужен был и Фрейд со своими теориями мартида и либидо, анальной, оральной и фалической стадиями психосексуального развития личности и так далее. Не нужны были его последователи, не нужна была вообще психология, по крайней мере в том виде, в какой мы ее знаем сегодня. Почему тогда вдруг, в середине 19 века, психология стала такой востребованной? Наверное, потому, что тогда появились или резко возросли такие невротические и психические отклонения, как неврозы, невротические расстройства, психозы и так далее. А какова причина возникновения неврозов? Невротические расстройства – это следствие глубинного психологического конфликта. Такой конфликт формируется в условиях, сохраняющейся долгое время в социальной ситуации, которые препятствуют удовлетворению базисных потребностей человека или предоставляют угрозу для его будущего, которую он пытается, но не может преодолеть. Это внутренние конфликты, социально-психологические факторы. Отсюда можно предположить, что социальная ситуация изменилась. Люди стали жить по-другому, стали разобщеннее, наверное, злее, циничнее. Причем резко, вдруг. Почему? А потому что появилось общество обмана, общество противоречий, социального неравенства и ложных ценностей. То, что было белым, стало черным, то, что было черным, стало белым. Произошла подмена понятий. Мир был другой? Наверняка. А если да, то какой и куда он делся? Когда именно и почему? Что мы об этом знаем? Да ничего. Официальная история про это ничего не говорит, но зато рассказывает об огромном количестве воин 19 века по всему земному шару. А война? А что война? Дурная тетка, стерва она. Как говорится, война все спишет. Да и людей не жалко, бабы еще нарожают. И тут у меня есть такое предположение, что раньше, назовем это временем до, мир на самом деле был другой. Что так называемая античность, в кавычках, была не 2000 лет назад, а лет 200-300 назад. Тут наверняка имеет место искусственное одоление событий по времени. Судя по всему, технологии были тогда развиты очень сильно и, более того, гармонировали с природой. Наверняка были и самолеты, и железные дороги. Была развитая промышленность, наука, медицина. Находят же древние черепа со следами трепанаций и других сложных хирургических операций. И, конечно же, мир был един и гармоничен. Люди точно знали, кто они, где они живут, знали законы мира природы, соблюдали их и были частью этого мира. А потом случилось то, что случилось. То нехорошее, что в корне изменило все мироустройство. То страшное событие, о котором никто официально не говорит. Замалчивает. А появляющаяся версия независимых исследователей реального прошлого, официальная история, просто высмеивает или игнорирует. Это известный прием для придания ничтожности событию или человеку. Произошло что-то невообразимо ужасное. И в итоге появилось общество вранья, выгодное лишь малой верхушке. Воздух наш. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Так может быть в этом и есть корень зла сегодняшнего ложного миропорядка. Когда ты не знаешь своей настоящей истории, не знаешь устройства и законы своего мира, не знаешь кто его создал и зачем, не знаешь кто ты и зачем тебе жить, то ты управляем. Управляем теми, кто с какой-то своей злой целью захватил власть над остатками прошлого мира, нарезал ложные ценности и живет сейчас припеваючи. А отсюда вытекает, что это зло, современная финансовая система, междоусобные войны, кредиты, углеводороды, сдерживание прогресса, индивидуализм, варварское отношение к планете, химические продукты и жилье, общество потребления, тотальное вранье. Все это можно одолеть, только открыв всем людям истину о реальном мире. А по-другому никак. Возможно это наивно, но мне кажется, что это так. Так, возвращаясь к вопросу религии. Читаю книгу Бориса Рыбакова «Язычество древних славян». Было язычество или нет? Что вообще такое язычество? В свете вновь открывшихся версий независимых исследователей реального прошлого, это все тоже, конечно, вопрос. Но судя по этой книге, люди раньше были сплоченные, коллективные. По праздникам, а праздников у славян было много, выходили всем народом на капище, на священную гору, люди пели песни, водили хороводы, веселились, жгли огни и вся дурь, негативная накопившаяся жизненная энергия выходила. Не было никаких неврозов. Но потом стала вдруг рекламироваться индивидуальность, разобщенность, стала декларироваться ценность отдельной личности и соперничества, там, где оно не нужно и так далее. И пошло-поехало. Без невротических расстройств и их следствие алкоголизма, наркомании, депрессии и так далее стало уже не обойтись. А что такое алкоголизм, наркомания, депрессия? Это в первую очередь неуверенность в себе, безвольность, во-вторых, это забота только о себе любимом, в-третьих, это сбои в работе мозга, память, соображалка, реакция. В-четвертых, это слабость, медленное разрушение физического здоровья, ведь тело и психика неразрывно связаны. А когда данных явлений в обществе много, то оно становится безвольным, разобщенным и физически слабым. Неспособным что-либо понимать и тем более отстаивать свои интересы. Что собственно и нужно правящей верхушке. Друзья, сама статья гораздо больше, я не стал ее всю зачитывать, чтобы сэкономить ваше премие. Если вам будет интересно прочитать ее всю или захотите пообщаться с автором статьи, то в описании под этим фильмом будет ссылочка на сайт автора. Вас же прошу написать в комментариях, интересен ли вам такой формат подачи информации. И если можно что-то улучшить, то что именно. А я на этом с вами не прощаюсь, впереди еще много интересного. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до свидания.